1 2 3 4 5 и вышел зайчик погулять проверка связи тук-тук-тук так связь вроде есть так всем здравствуйте сегодня значит вернее не сегодня а еще леший знает когда я заказал процессор стал значит счастливым обладателем райзен 9 вот такой вот коробка у нас райзен 93 900 x и как-то короче заказал я его леший знает какого числа сейчас даже могу посмотреть у вас не путать или самому не путаться да и неважно принципе ну как бы для полноты картины я думаю стоит глянуть хотя в принципе значение это особого как бы не имеет но блин пришлось мне немножко повозиться с этим процессором заказал я его короче 1 октября получил 2 октября и вот только буквально вчера я начал с ним работать потому что блин до этого у меня стояла плата вернее у меня другая платформа можно так сказать стояла на чипсете x4070 была у меня материнская плата от гигабайт гигабайт платы all right выглядят окей или о платы от гигабайт выглядят окей выглядят all right как-то так у нас горит мадиманка нам вот и блин купил я этот процесс у меня оказалось блин проблема такая просто бипец какой-то заявлено производителем материнской платы поддержка этого процессора замечательного мощного 12 ядерного 24 поточного монстра но как в итоге оказалось после проведения всех манипуляций я сделал все так писал производитель у себя на сайте и на плате у меня даже написано x470 аурус ультра гейминг вот она я даже сейчас ее возьму наверное покажу ультра гейминг хорошая плата в принципе претензий к ней вообще никаких нету питальный хороший все замечательно но процессор на ней никак не хотел работать то есть у меня получается там лампочки есть для посткодов проверку значит процессор проходит там буквально полсекунды на него лампочка переключается и потом зависает на оперативной памяти и все при этом видеокарта крутят как бешеная прям вентилятор это гулят на максималка короче и никак не хочет стартовать понятное дело что я подумал может быть дело в оперативной памяти и не пишут на формах что в оперативной памяти может быть проблема но блин я не знаю ну как так можно выпускать продукт как бы комплекты они вернее комплектующие к компьютеру они не дешево стоят то есть у меня 32 гигабайта оперативной памяти то есть меньше уже теперь в мусорку выкидывать или что и выбрать новую и сам процессор стоит не финта себе то есть заявленных 500 баксов как бы он не стоит понятное дело что он продают его с наценкой купил я его за 16 пачек гривен вот это где-то 600 долларов до 600 600 600 600 или около 700 где-то около того вот плюс если покупать еще блины у вас не пошло на вашей плате докупи еще материнскую плату докупи еще оперативную память это в копеечку вылетает не финта себе оперативка нормальная стоит ну комплект на 32 гигабайта где-то 200 300 баксов стоит это как бы не финта себе и сама плата материнская тоже минимальная стоит 200 баксов то есть как бы не хорошо получается а то у нас я вообще не понимаю как блин этот долбанный маркетинг это просто какой-то пипец то есть у нас вот этих вот адептов амд которая типа расскажет и народная компания это не финта не народная компания эта компания которая зарабатывает деньги то есть и людей разводят на бабки то есть создается такая иллюзия как будто что-то делается для людей типа ценник туда-сюда цена производительность на самом деле нет сейчас уже в принципе вот этот вот процессор разен 93 900 x да он хороший но он даже все равно уступает еще старому флагману intel а и 99 900 кей а стоит столько же то есть ну как бы мой вам совет если будете собирать тачку или обновлять себе платформу то обновляйтесь на и 9 хотя справедливости ради могу сказать что в принципе 3 900 x он очень хорош много поточных задачах и стримить на нем будет все же лучше чем на ай 9 но ай 9 в играх он все же показывает себя намного эффективнее хотя может показаться что разница не такая уж и большая не то чтобы я обсирал этот процессор он хороший но это не то что о чем нам говорили вот и опять же чтобы касается поводу платы ultra gaming x470 то есть мне пришлось заказывать новую плату на x570 чипсете сейчас еще тоже коробочку возьму коробочку возьму у нас чипсет x470 а у аурус и light гигабайт вот такая вот вот так вот а там не видно вот так вот аурус x570 лайк у нас здесь поддержка соответственно писать экспресс 4 прибавки какой-то особо всех там я не почувствовал конечно но она есть даже м2 накопитель у меня стал работать быстрее всего на x470 показывал показатели допустим чтение у него было 1595 и на запись 800 чем-то мегабайт у него было то на этой плате значит чтение 1700 ровно и на запись почти 1 гигабайт прибавка конечно же имеется это хорошо прибавка в игре конечно я бы не сказал бы что там особо за счет процессора конечно да потому что у меня стоял райзен 2 700 x и на нем в игре минимальный fps к примеру в апоксе был в районе где-то 160 на этом процессоре ниже 100 там 90 200 вообще не падает fps то есть это блин реально гуд и я бы сказал бы что он горячий особо те кто кричат что этот процессор блин горячий пипец выкидывайте не не годится типа intel лучше можно конечно поспорить потому что в некоторых задачах я уже сказал много поточных задачах этот процессор просто разрывает intel а в игровых конечно немножко сливать но не суть важно мы говорим про температуру так вот этот процессор да он горячий но он как и тот же intel 9900 к требует очень хорошего охлаждения у меня стоит хорошая водянка отойди кулин на две вертушки но несмотря то что на то что у него две вертушки они очень мощные это водянка способна отводить 400 ватт тдп 400 ватт то есть те кто покупают такой процессор не ставят на него какой-то башенный кулер или дешевую воде водянку там за блин 100 долларов хотя моя водянка раз примерно 100 баксов и стоит что-то блин про этот самый профукал я имею виду даже не за 100 долларов я видел водянку там где-то в районе 1700 гривен 1500 гривен то есть вообще дешевую водянку то есть за 100 долларов это еще в принципе так как я купил айди кули но она там чуть дороже стоит получается идея и взял за 3000 гривен а эти у нас выходят где-то 120 баксов хорошая водянка нам вот и она у меня отводе 400 ватт тдп ее хватало для райзена 2 700 x в разгоне он у меня работал на частоте 4 225 вот и температура там подымалась в любых задачах под нагрузках под нагрузками максимальными то есть не выше 58 59 градусов да там бывало доходило до 65 но это не постоянная температура то есть в основном вот рабочая температура там 55-59 градусов вот все выше вот это вот показателя она не подымалась и это блин круто этот процессор то же самое то есть но он дачу чуть 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 горячее за счет того что здесь больше ядер вот что-то у меня сопли блин потекли надо протереть осень блин время золотое время сопливая вот да этот процессор чуть-чуть горячее за за счет того что у него потоков больше у него на четыре ядра больше чем у разина 2 700 из да и вообще это как бы ну и частота выше то есть соответственно температуры тоже выше но они не критичны то есть у меня под максимальными нагрузками температура была максимум там если синтетический тест брать на 75-77 градусов до 80 она вообще не подымалась в игре допустим максимальная температура была 64 градуса в основном держится там 58 61 62 вот так вот скачет то есть выше 65 не подымалась вообще то есть я считаю это нормально то есть хорошая водянка хороший процессор и блин все будет у вас будет то есть я вот к чему то есть если ты покупаешь же такой мощный процессор даже а и 9 или райзен неважно то обязательно должна быть хорошая система охлаждения не надо ставить на него вертушки блин за 300 за 400 гривен потому что ну это были просто пипец я не знаю то есть людей вообще вернее они есть возможно я их просто не знаю но видео как бы по видео которые умудряли ставить обычный башенный кулер на одну вертушку на мощный процессор на той же на тот же допустим флагманский еще тех примеру core i7 8 700 кей то есть поставить на него какой-то gamax 300 ну блин не ну можно конечно gamax 300 поставить но все равно этого мало это мощный процессор который требует к себе мощных комплектующих для того чтобы хорошо его охлаждать и чтобы он не только это обязательное условие хорошее охлаждение так что я еще конечно по тестю этот процессор еще предстоит поюзать его посмотрите хотя в принципе я уже вот день я на нем сижу и блин сразу могу сказать что это блин замечательный проц в играх я не знаю как так получилось наверно они там что-то улучшили но в игре игра стала гораздо плавнее чем на 2 700 x это ощущается у меня какая вот тема я думаю это каждый из вас знает если у вас монитор на 144 герца как у меня ну или вообще очень динамичная игра даже и 60 герц то когда долго не играешь садишься за комп а у тебя все ты у такой сидишь у тебя все так быстро ты не успеваешь реагировать ничего делать вообще короче капец какой-то я поставил этот процессор тоже долго не играл в apax legends я думаю многие знают что это за игра и она очень динамичная я поставил и такое ощущение как будто в последний раз не играл вот буквально ну я не знаю утром и опять начал играть вечером то есть вообще никакого дискомфорта не еще не ощущал игра идет просто на удивление невероятно плавно и это блин круто вот такие вот пироги так что еще будем юзать может еще какие-то синтетические тесты поделаю и наверное даже вставлю у меня там сайн бенжи хотя в принципе ну я думаю вы смотрите это видео вы так знаете блин чем на чем способен в тестах выдавать туда то есть это было лично мое субъективное скажем так мнение ощущение от этого процессора что я думаю я думаю по поводу того что кстати амд типа сохранила вот этот вот забота о пользователях типа свой сок это им 4 типа мы типа не изменяем оставляем и блин учитывая вот эти вот события с вот это вот плата и блин я сейчас понимаю что это но абсолютная дичь абсолютно клиента маркетинг и вообще можно было без вот это вот обойтись просто взять вставить нормальный другой сок от и собственно сделать нормальный процессором он так сок это ставили это о чем нам говорит о том что это все та же zen архитектура то есть вторая просто допиленная вот ничего там не изменялось ничего она просто улучшены и все собственно вот поэтому соки ты оставили то есть тупо маркетинг нас развели как говорится на бабки ну как разве ну это понимаю это ну просто блин у захотелось побольше ядер захотелось помощнее процессор потому что все-таки разен 3900 x он гораздо мощнее чем 2 700 и в играх я это ощущаю потому что fps ниже 200 вообще не падает то есть у меня там ниже 200 он опускался до 160 там 150 был даже по моему а вот а здесь такого нету то есть здесь ниже 190 200 там вообще не опускается никак не при каких обстоятельствах в игровом процессе это блин замечательно но это в apx legends я его еще не тестил в pubg но я думаю там тоже все будет в порядке вот так что блин для тех кто хочет брать этот процессор берите не пожалеете только единственный вам совет как я уже говорил берите под него хорошее охлаждение ни в коем случае башенный кулер есть и будете брать тут были но такого размера надо чтобы он вообще на три вертушки там что похлаждал прямо блин хорошо продуваемый корпус обязательно должен быть этот процессор любит очень хорошее охлаждение в ином случае вы получите очень горячий камень вы получите троттлинг скидывание частот потому что все мы знаем благодаря новой архитектуре когда он сильно перегревается он начинает тропе там по моему после 80 еще такой поэтому чтобы этого избежать ставьте хорошее охлаждение обязательно и я там видел температуру в некоторых и 107 градусов даже были но это по моему блин просто капец какой-то нужно как скидывать и такие деньги в такой процессор и ставит на него говеное какое-то охлаждение но это блин как-то не комико поэтому вот такие вот у нас пироги сегодня были сегодня были у нас мои личные суждения об этом процессоре описание экспресс 4 что он не особо там то и ну в принципе ну как бы практически практически повседневности это как бы не особо ощущается умеет так был быстрый компьютер блин на 2 700 x и короче там все летало все грузилось и рендерил видео все делал прям вот вообще как самолет а этот еще быстрее но это как бы говорится личные какие-то заскоки захотелось вот и поставил так что берите хорошее охлаждение не пожалеете вот такой вот на сегодня видео было кому понравилось прожимаете лайк обязательно вот я буду очень рад всем спасибо до новых встреч